всем привет сегодня распаковки будет такой отчет за первый наверно квартал 23 года много разных книжек в том числе расскажу про то как мы сходили на нон-фикшн и так сага темный феникс и люди x и зайца камильфо к слову у меня есть довольно много книг в этой распаковке будут от камильфо и все о людях x стандартное здание классика крис клэрман джон бирн все дела в общем обязательно расскажу подробно про комикс про события вот исторического контексте в том числе буду все перечитывать и надеюсь что эта книга меня сейчас как раз вдохновит вот летом перейти полностью на чтение только люди x наверное какой-то вот возьму период пару месяцев а все остальное наверное буду возможность отдыхать тоже читаю очень много параллельно серии и честно говоря начинаю уже утомляться и плюс так часики тикают а люди x в этом году у меня должны быть приоритете есть марафоны если поставил такую задачу а тем более в этом году кстати выходит еще последний умник клэрмонта классики пойду тут вообще самым сам бог видел что называется далее новые люди x гранта морисона совсем уж новинка от издательства камильфон толстенькая такая книжечка переводе александра куликова он же кулич с комикс бума очень хочется именно русские издания сейчас прочитать посмотреть у нас ребят с этим все справились потому что морис на конечно автор специфичный в этом плане но так как приводил саш я думаю что все будет здесь хорошо и приятно более того еще интересом сайка это будет выгодить чтение мною столько лет спустя еще люди x это у нас уже стоящим x-men они же потрясающие люди x джосу выдана и джона ксад один из моих любимых комиксов одна из моих любимых историй один из моих любимых авторов джосу выдан ну и мои любимые персонажи для одни из это люди x абсолютно мое мною любимая горячая история я постараюсь тоже как-то ее немножко разобрать поколупать какие-то может быть нюансики с интересные вспомню полистать все это дело и обязательно перечитаю перед этим всем и наслаждусь по новой опять же очень хочется освежить воспоминания и дико дико кайфан потому что это для меня такой играли скажем так в коллекции в рамках но не эти издания вообще сам комикс имеют его наличие это супер-супер мною любимая серия далее уже более современные комиксы зарядим тантов джонтона хикмана тоже подробно поговорю об издании о своих страхах насчет него насчет того почему это круто и главное самое прикольное у меня спойлер что издание по сравнению с американскими странами тпбшка мне кажется всем американцы увидели эти здания просто бы охренели вообще молча потому что ну это нереально так же как вот степени x дом x степени x точнее были изданы также харде издали за ремутантов ездить конечно свои опасения опять же но об этом я поговорю отдельно в ролике далее комильфо закончилась идет издательство альпака или альпака не знаю как правильно животное называется не помню уже кто-то меня смутил какое-то время назад на тему ударения такой вот комикс вообще без понятия что это где это вот сакрифисио посмотрим очень почитаем расскажем а еще два комикса от альпаки уже в рамках импринта русбд я к слову только для на помощь у меня раздражает что добавляется именно беда но все мы не стали делать какое-то совсем уж русское название наверно просто по причине что странно с таким акцентом у издателя сейчас на русской книге отбираться от европейских каких-то названий прочего ну то есть что они придумали свое но это ладно так просто ворчание престарелые любители комикса алексей трошин беймерские сны вот прошлый комикс трошина я как-то упустил не читал вот здесь принципе читать довольно мало чего в плане текста в основной иллюстрации думаю что ознакомлюсь и день в мае сниму ролик это будет настроение на подобную тематику немножко интереснее мне ольга лаврентьева так как ее к ним и книги как раз таки уже читал вот и не одну вот поэтому очень интересно но ольги как раз таки противоположная ситуация здесь очень много скажу так овер дохрена букв вот так ольга еще и letterer классный поэтому здесь конечно читать я задолбаюсь вот но тоже опять же обязательно прочту расскажу книга просто вышло два раза больше меня почему-то не ожидал не знаю почему я так ожидал очень глупо с моей стороны было далее от альпаки еще две книги я просто покажу обложечки я про них уже снял ролики на канал так как ролики я снимаю немножко напряжение потому что жду пока книги накопятся для распаковки получилось такой немножко она хранить скажем так конан бюсика не что бывает детей джеймса тиньона посмотрите обзор если вам интересно данной книжке я очень вам советую посмотреть ролики и комиксы принципе тоже далее немножко манги с между четвертым пятым томами китоси асинана затесалась новинка клуб самоубийц по ней я ничего показываю сейчас не буду потому что ну потому что это жесть вообще полнейшая вот потому что сделал тоже обзор на нее прочитал запой очень крутая книжка но она конечно максимально жесткая там будет 18 плюс рейтинг в отдельном опять же в большом ролике ну точнее небольшом но отдельным поезд за покупками якагаму уже середине четвертого тома отснял 3 вот скоро ролик выйдет на канале все еще одна из лучших историй и комиксов что я читал за последние пару лет дико классно вот поэтому тут становится только лучше лучше дальше ну или я пускал может быть на одном уровне скорее то есть ничего не проседает надеюсь что пятым томик будет какое-то небольшое завершение хотя бы какие-то сюжетах линии основные чтобы было ощущение какой-то цельности они просто вот отрезка из жизни алифа скажем так далее еще две книжки больше но начнем с этих ходил на нонфикшен с димой эту году пообщались владимир морозовым арт-директором издательства занговар пару друзей встретили вот такое скажем лайтовый вариант комик-кона наверное без комиксов толком без гостей вот но в любом случае эмоции были приятны взял себе наконец-таки третий том новелл топе у издателя взял не удержался думал потом как иметь купить сейчас немножко с финансовая напряженка вот но решил взять закрыть скажем так дырку на полке тем более что я уверен что ртом наверняка выйдет в этом году ребята вроде сильно долго все это не делают а там четвертом томе будет фантастика всякая сай-файная классная очень хочется все это дело именно четвертом томе особо изучить поэтому принципе скоро наверно гоню и третий ну еще одна книга который я уже немножко показал это уилсон такая халява обломилась чудики опять же распродажа весь апрель идет меня друг купил комиксов и в итоге вот подарок дали уилсона вот поэтому мне получилось перепала халявка какая классная улсона читал лет 5-6 назад по моему может чуть меньше писал неудушной пятницы но степа посмотрел еще фильм поэтому было бы прикольно наверное снять отдельный видос по вылсона именно контексте того какой комикс как бы и какова разница у него с фильмом я так думаю еще две книжки немножко внезапно и я на нон-фикшен и себе только зонговар купил по сути сыну зато взял несколько книжек в том числе вот такие книги от издательства пешком в историю вот очень интересные штуки пока еще само собой не читали с ним вот но вот эта книга я по-моему про нее слышал довольно давно еще на амазоне на западном топчиках и рынках о том как детей приучать к деньгам вот здесь собственно тоже была в топе нон-фикшена и очень стала интересна такая с элементами комикса книга про финансы вот посмотрю буду ли я потом обзоры на детские книжки делать не уверен что-то сильно востребова будет на канале но с другой стороны посмотрим поскольку в принципе мне с издательством было бы интересно поработать посотрудничать потому что все скажу так на все денег не найдешь вот мне хотелось бы с ними тоже наверное посотрудничать по скажем так расширению наверное на канале кота вкусового ряда скажем так на комиксы вот мировая история в комиксах такой вы еще не видели майк барфилд и джесси брэдли довольно интересная книжка очень мне понравился подход здесь как бы такие духи календаря оформлены штуки один день из жизни альмекской головы один день из жизни узкого горшка там один день из жизни греческого философа ну и так далее то есть каждого такая штука и плюс какие-то там краткие новости по периоду например да идут для принципе как раз таки такого начальной школьного возраста вот сыну скоро школа идет я решил что надо уже немножко так больше скажем так читать книг они комиксов меньше баловаться ерундой вот и пошел брать книги но в итоге мне впарили комикс тем не менее не сильно то чтобы не было сложно мне это сделать продать комиксы очень очень интересная штука я тоже на лабиринте к ним присматривался давно опять же вроде неплохие продажи говорят и подход показался интересным потому сейчас конечно читать просто скучную прозу с двумя-тремя картинками уже к сожалению не канает не взрослым не детям ну большинстве случаев поэтому посмотрим как зайдет может быть это на эту книгу раз сниму обзор то что все-таки именно комикс более профильный по нашей теме очень классный корешок мне понравился как оформлен блоками такая очень классная штучка на это наверное все спасибо что смотрели и до новых встреч